Многие жители города встречали молодых людей в желтых куртках. Их временная должность – волонтер, то есть помощник. Волонтеры Молодежной биржи труда выполняют сейчас работу в двух направленностях. Первое – это информирование населения о переходе на цифровое ТВ 15 апреля и непосредственно подключение. Оповещаем жителей Ленинска-Кузнецкого о том, что все переходят на цифровое вещание. Мы ходим по каждому дому, который нам выдали по улицам, спрашиваем, у кого какое телевидение подключено. Если у них аналог есть, то? То мы оставляем номер телефона, просим позвонить и оставить заявку на подключение. 7-60-76 – номер Молодежной биржи труда. Здесь обрабатывается заказ и устанавливается дата и время подключения цифрового телевидения. Соответственно, созваиваемся с заявителями, уточняем удобное для него время, чтобы пришел волонтер и подключил. Далее работа тех волонтеров, которые непосредственно подключают. То есть волонтер приходит, приходит бесплатно делать. Наша работа сугубо бесплатная, потому что это добровольческая деятельность. Мы берем адрес и приходим в удобное для заявителя время. Приходим, подключаем. Люди старые попадаются в основном, поэтому мы объясняем им, как можно доступнее, чтобы они сами разбирались. Мы подключим, попробуем, сами посмотрим, как это все. После чего объясняем им и даем попробовать самим, чтобы они привыкали. Важно, чтобы жители не попались на крючок мошенников. Отличить волонтеров от аферистов просто. Волонтеры в ярко-желтых куртках с надписью «Трудовой отряд СУЭК» и эмблемой при себе всегда имеют документ, удостоверяющий деятельность. Книжка волонтера, она в распечатанном виде с фотографией. Это электронный документ, который также можно распечатать. Это формат А4, половина формата А4, который ребята носят с собой. Огромнейшая просьба быть бдительным и внимательным по отношению к тем людям, которых вы запускаете домой. У нас волонтеры ходят в желтых ветровках. Будьте внимательны. И самое главное – не за информирование, не за подключение цифрового телевидения платить не нужно. Свою работу волонтеры выполняют безвозмездно.